ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Кировской области пьяными за руль чаще всего садятся мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Большинство этих граждан, говорят в госавтоинспекции, официально нетрудоустроены. Всего с начала года сотрудники ГИБДД задержали на дорогах нашего региона почти пять с половиной тысяч нетрезвых шоферов, либо тех, кто отказался дуть в трубочку. По вине пьяных драйверов произошло более 120 автоаварий, в них погибли 18 человек. ТРАССА СТО ОДИН С техосмотром что-то сделают до конца этого года. Именно так формулирую, потому что внесенный в Госдуму законопроект, мягко говоря, очень походит на действующие правила прохождения ТО. Что получится в итоге, пока остается только догадываться. Но в правительстве пообещали автовладельцам некие бонусы, если они в добровольном порядке будут приезжать на технический осмотр. Возможно, это будет скидка на ОСАГО. ТРАССА СТО ОДИН Текущее положение дел на рынке автомобильного топлива убивает небольшие несетевые АЗС. Их гибель за последние 20 лет предсказывали уже миллион раз. И вот опять некоторые специалисты начали исправлять по ним поминки. Дескать, оптовые цены на бензин в этом году выросли до 30%, а розничные всего на 5. С хлеба на воду приходится перебиваться маленьким заправкам, а сетевики только жиреют. Особенно это опасно для небольших населенных пунктов, где выбор АЗС минимален. ТРАССА СТО ОДИН Скорее, скорее штрафовать! Московские власти, похоже, в турборежиме ужесточат наказание для водителей чересчур громких машин и мотоциклов. Речь идет об увеличении штрафа с 500 до 5000 рублей, плюс эвакуация транспортного средства с переделанной выхлопной системой на штрафстоянку. Вот ведь работы у столичных гаишников добавится. Ничего подобного, выявлять нарушителей собираются с помощью шумомеров, встроенных в камеры фиксации. Правда, таких устройств пока не существует, но Собянин пообещал решить и эту проблему. ТРАССА СТО ОДИН В Санкт-Петербурге открылся завод по выпуску двигателей для автомобилей Hyundai. Наивные журналисты задали руководству компании вопрос. Может быть, Solaris и Creta с моторами российского производства подешевеют? Ответ был расплывчатый. Смысл его в том, где вы видели, чтобы в России в последние годы что-то дешевело. Цены на Solaris, добавлю, сейчас начинаются почти от 900 тысяч рублей. Creta от 1 миллиона 200 тысяч. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова